16 сентября губернатор Тверской области Игорь Руденя посетил логистический комплекс концерна «АвтоВАЗ». Инвестиционный проект реализован торговой компанией «Альфа». На встрече с президентом концерна Максимом Соколовым глава региона обсудил перспективы сотрудничества, включая расширение мощности комплекса. Подробности у Натальи Чекет. Логистический комплекс был открыт в прошлом году. Он находится в Калининском районе, рядом с трассой М-10 России. Его площадь составляет 25 тысяч квадратных метров. Склад оснащен по последнему слову техники, и большинство процессов автоматизированы. Например, на складе применяется технология голосового отбора. Она позволяет быстро собирать товары и снижает количество ошибок. Работник общается с информационной системой. Одна упаковка — это одна фара. Штрифт код товара. 6953. Возьми два штук. Остаток 9. Для измерения объема и веса груза на складе используют логистические столы. Они собирают данные, которые в режиме реального времени передаются в центральную систему управления. Зная эту информацию, перевозчик может определить, сколько места потребуется той или иной упаковке. Весогабаритные характеристики грузов, которые в дальнейшем поступают в наши каналы товародвижения. Они у нас, эти каналы разные. Это и собственная наша доставка до клиента по нашей цепочке поставки. Так и мы привлекаем различные маркетплейсы. И везде в этих каналах требуется точное измерение весогабаритных характеристик груза, чтобы оптимальным образом выставить цепочки поставки. Логистический комплекс обслуживает центральный и северо-западный федеральные округа — Беларусь. А недавно с этого склада доставляют грузы в Румынию. Всего подобных комплексов в России пять. Срочные заказы наш тверской склад отрабатывают за один-два часа. Склад оптимально расположен. Это позволяет нам дотянуться до ключевых потребителей. Москва, Санкт-Петербург, Воронеж, Нижний Новгород, Ярославль, Смоленск. Доставка в течение суток. То есть от момента заказа до получения конечным потребителем, дилером Рено или Ладо, или магазином Ладо-Детали — это сутки. На рабочей встрече Игорь Руденя и Максим Соколов обсудили реализацию планов по расширению логистического комплекса. Как сообщил президент концерна, склад успешно эксплуатируется. Загрузка комплекса дошла до 100%. Поэтому принято решение о строительстве второй очереди аналогичной мощности. Компании принято решение о начале строительства второй очереди этого логистического центра, который будет расположен здесь, рядом, на соседней площадке, такой же мощностью, объемом 25 тысяч метров, с общим объемом инвестиций более полутора миллиардов рублей. И старт этого проекта будет уже в начале следующего года. И мы постараемся завершить все строительные работы в течение следующего, 23-го года. Для нас очень важно, что это уже новый уровень функционирования подобного рода бизнеса и промышленного направления. Получаем возможность у себя получить новые рабочие места. Сюда требуются специалисты с хорошим образованием. Мы это можем предоставить с учетом высших учебных заведений. Также в регионе готовы развивать взаимодействие с привлечением предприятий Верхней Волжи. Производство области могут поставлять комплектующие автовазу. Кроме того, стороны обсудили возможности сотрудничества по региональному проекту поддержки многодетных семей в приобретении автомобиля.